итак 2012 год январь для января я выбрал визит киссинджера в москву кто такой киссинджер пускать понятно человек который давно уже не формально неудел но человек который занимает очень важное место в иерархии западной это человек рокфеллеров это очень важный человек в ложе бна брит это еврейская ложа масонская по квази масонская которая была создана в 1843 году по инициативе британцев дело в том что в 1840 году палмер стон премьер-министр великобритании понял что нужно что-то делать на ближнем востоке поскольку россия могла зацепиться она защищала интересы православных в османской империи французы интересы католиков а у англичан игры не было англичане тогда решили что они будут защищать армянские еврейские диаспоры и начали создавать эти структуры на ближнем востоке а потом палмер стон очень хорошо понял вообще-то был серьезный человек это был серьезный враг россии он понял что то же самое можно сделать с америкой а в это время шла эмиграция евреев из германии из баварии точнее даже в америку и там уже появились первые иллюминаты и он подумал что хорошо бы если бы и в америке была некая структура которая ориентировалась был на великобританию потому что главной задачей британцев начиная с откола американских колоний было вернуть колонии в британскую систему влияния что в значительной степени и получилось после ползучего переворота 1963 74 года который начался убийством кеннеди закончился импичментом никсона так вот визит киссингера был очень интересным потому что после его визита его встреч с макфолом нельзя сказать что совсем интонации макфола изменились но они изменились и хотя он предлагал продолжал встречаться с болотной шантропой но тем не менее тональность уже была другая то есть вот этот визит показал насколько как решаются как решаются сказать проблемы на самом на самом верху пирамиды мировой неформальным образом это лишний раз говорит о том насколько наша политология социология это две науки которые ловят только то что ну совсем совсем наверху и меня умиляет когда в 90-е годы возникли надежда на то что придут политологи они все все объяснят ведь реальная власть это тайная власть закрытая власть политология принципиально не имеет языка и понятийного аппарата для анализа этих феноменов и вот визит киссингер он пока лишний раз это показал как сказал бы набоков со стеклянной ясностью февраль 42 всемирный экономический форум в давосе он был очень интересен тем да ну кого из наших позвали ну позвали каспарова позвали позвали каспарова позвали человечка по сказать фамилии иванов игорь иванов это бывший министр кстати за год до этого позвали только одного человека из россии но позвали его не как представителя россии как представителя швеции это мордашов который очень здорово вложился в шведский бизнес таким образом что его здесь уже тронуть очень трудно что интересного произошло в на этом форуме в давосе этот форум показал что антилиберальная тенденция в мировой верхушке нарастает доктор клаус шваб немец который вел давоский форум сказал открытым текстом капитализм не соответствует тому миру который существует вокруг нас и для меня это было лишним это было лишнее свидетельство того ну правоты того о чем я пишу одна из моих главных идей заключается в том что мировая верхушка мировой капиталистический класс демонтирует капитализм уже середины 70-х годов так же как в свое время сеньоры демонтировали феодализм есть такая схема буржуазной революции которая выдвинула либеральные мысли марксисты подхватили на самом деле в реальности все было по-другому и историческая наука за последние 50 лет это очень хорошо показала реальность была другой то же самое происходит и сейчас капитализм свое отработал и чтобы с верхушки этого строя сохранить привилегии власть и позиции им нужно демонтировать этот строй что они и делают правда они упираются и чуть позже об этом скажу упирается в одну очень важную задачу который не стояла перед сеньорами им нужно существенно сократить мировое население и вот это действительно очень серьезная сказать проблема то есть проблема которую одна из составляющих три проблема 3d д индустриализация д популяции и д рационализация сознания и поведения людей когда на доводском форуме немец и известный экономист говорит что все капитализм капитализм надо заканчивать это очень важная вещь это некое указание правда жака тали пишет о необходимости демонтировать капитализм уже лет 15 причем он очень интересный термин придумал что должно прийти на смену капитализму глобальная финна распределительная экономика распределительная но это уже сказать совсем совсем не либерально речь идет о распределении ресурсов март события как которые на первый взгляд кажется не очень важным вам 19 марта 12 года обама подписал исполнительный указ который определяет действия правительства сша в чрезвычайных ситуациях и там расписано что правительство в случае чрезвычайной ситуации берет под контроль все материалы в стране слово материал с английского с английского приводится вообще практически как все и изымает случай необходимости технику ресурсы это прямое нарушение принципа частной собственности два две причины подталкивают к этому во первых нарастающая угроза серьезных социальных волнений в сша о чем у нас очень мало наши средства массовой информации практически об этом не пишут о том что происходит сша сегодня насколько там накаляется ситуация у нас только написали о социологических опросах по опросам больше половины населения американцев причем чем выше достаток тем больше этот процент говорят о том что они видят в будущем классовую обострение классовой борьбы в америке и вторая вещь это угроза геоклиматической катастрофы которые становятся все более и более серьезной и вот этот исполнительный указ executive order 19 марта он ну у нас наши наши сми они вообще не обращают внимание на то что происходит с геоклиматической это с угрозой геоклиматической катастрофы отчасти потому что это такая табуизированная тема отчасти по тупости но вот этот момент очень важный